Как известно, мужчины не всегда бывают романтичными, и не каждый умеет красиво говорить о любви. Но есть особенный день в году, когда сердца даже самых суровых мужиков оттаивают, и они становятся поэтами. В канун 8 марта спортсмены, тренеры, преподаватели и сотрудники Олимпийского училища номер один наполнили свои сердца нежностью и сочинили стихи для всех девушек и женщин, с которыми они работают. Милые дамы, эти строки для вас. Проснечь весна, и будет пусть не лень. Топить снега и солнце дать не меньше, пришла пора поздравить наших женщин. Международный этот женский день. Не хватит слов, поверьте, кто не лезет, чтобы рассказать о нашем уважении. Ведь вы и есть земное воплощение. Всего чудесного, что в этом мире есть. Мы побеждаем только ради вас. И с вашей помощью любой достигнем цели. Так нежно женские сердца нас обогрели и озаряет блеск прекрасных глаз. Пусть распускаются весенние цветы для самой лучшей половины мира. Вы наши главные и важные кумеры. И воплощение природной красоты. Спортивный мир, железный маховик. Но что бы делал он без женского начала. Ведь ваша нежность многих согревала. Кто шел за золотом к Олимпу напрямую. Сегодня все слова звучат для вас. Спортсменок, педагогов и сотрудниц. Пусть с вас минует карусели будней, и жизнь как праздник будет каждый час. Такими получились наши стихи. Надеемся, они вам понравились. Потому что мы сочиняли их с трепетом и уважением. Но не у всех коллег получалось быть поэтом с первого раза. Некоторым понадобилось время и десятки дублей. Вот как это было. Сейчас разыграемся. Пусть распускаются цветы для самой лучшей половины мира. Весенний замус. Не хватит сил? Не хватит слов. Ага, сил. Чтобы рассказать о нашем уважении. Ну можно же так? Не хватит сил. Поверьте. Слов. Слов. Сил. Я так надо сконцентрироваться просто. Так, строчку помните? Забыл. Подожди. Так нежно. Забыл. Ну можно третий контрольный еще. Уже четвертый. Так я уже пятеро раз бабахнул. Хватит мучить меня, да? Спортсменов, педагогов и сотрудниц. Спортсменов? Это надо. Это как артисты делают. Надо слух почитать. Для вас это может просто, для меня это вообще беда. Вы вообще? Ну давайте еще прям пару раз. Что-то тебе тут не нравится.